Людмила Улицкая Финист Ясный Сокол Читает для вас Артём Назаров В 45-м году 18-летняя Клава окончила курсы Красного Креста и определилась медсестрой в туберкулёзную больницу. Там была надбавка. В первый же день работы она влюбилась в больного из пятой палаты Филиппа Кононова. И вышла за него замуж, как только его выписали умирать. Но врачи ошиблись. Он умер не сразу, а через два с половиной года. Филипп был очень высок ростом, худ до полной костлявости и красив так, что четырёхлетняя соседская девочка Женя на всю жизнь запомнила его сказочное лицо. Финист Ясный Сокол или Андрей Стрелок или Иван Царевич. Но был он, несмотря на истошную синеву глубоко утопленных в глазницах глаз, волк волком. Ему было двадцать лет. Лечили его от туберкулёза, вспыхнувшего после ранения. Но каверны съедали его лёгкие, несмотря на все старания врачей. А ещё пуще съедала его злоба на весь белый свет, на весь мир живых, которые останутся жить на земле, когда его уже не будет. И чем меньше оставалось лёгких, тем ярче кипела злоба своей страшной силой, обращённой больше всего на клаву, утешавшуюся подлейшей народной мудростью, «бьёт, значит, любит». Первый раз он изметелил невесту ещё за свадебным столом. Подруги, подчистую съев пироги, ещё злословили над остатками винегрета о невзрачности долговязой невесты в толстых очках, а она, уже получив первые синяки, рыдала в соседской комнате на плече Жениной матери. Женя тащила ей в утешение склеенную французскую куклу, бабушкину драгоценную Луизу. Женина мать прикладывала к расцветающему синяку сырой лук. Была такая странная методика, тоже, видимо, из кладезной народной премудрости. Клава же трясла веником чахлых волос со свежей шестимесячной завивкой и лила первые слёзы над своей великой любовью. А потом постучала в дверь мать Клавы Мария Васильевна. Она тоже плакала и приговаривала. — Погубила себя девка, погубила. Лучше б за пьяницу вышла, чем забить с такого. Филипп же любил свою жену Клавдию всеми силами своей злой души. Все два с половиной года их брака он бил её смертным боем и рёвом ревел, гоняя по длинному коммунальному коридору. Несмотря на подслеповатость, она была проворна, длиннонога, всё норовила выскочить на улицу через чёрную лестницу. А он догонял её. А если не догонял, то запускал в неё слёту железной сапожной лапой или молотком. И кричал он всегда одни и те же слова. — Жить будешь, сука! Ебаться, а мне помирать! Он был сапожник, в детстве ещё перенял от отца ремесло и зарабатывал кое-что, сидя в их узкой коморе с двумя третьими окна. Большая двухоконная комната была разделена на трое самодельными перегородками и в каждой жила по семье. Как мало тогда было обуви! И как часто её чинили! И чужим, и соседям Филипп делал набойки, латал подмётки, ставил уголки. Мальчик Васька, родившийся в первый год брака, был первым младенцем, которого Жене показали. У него были отцовы-васильковые глаза, скрипучий дверной голос и плохая наследственность. Из узкой комнаты Кононовых постоянно шли дурные звуки, свирепый кашель, перемежаемый злым матом, вопли клавы и механический детский плач. Потом Васька выполз в коридор и без устали, пока не пошёл, ползал от двери к кухне по коленчатому коридору. Потом пошёл и ходил, пока не попался под ноги соседки, несущей в комнату кастрюлю с только что сваренными щами. Ваську обварили, положили лечить в Филатовскую больницу. Женина мама вместе с Марьей Васильевной отвозили его, потому что Клава в тот день была на суточном дежурстве. Коридор был самым привлекательным местом квартиры. Он был заставлен шкафами, этажерками, хламом деревянным и железным. На одной из стен даже висел такой диковинный в городском быту предмет, как хомут. Но Жене запрещалось туда выходить именно из-за Филиппа. Он любил выплёвывать серые пенищиеся остатки своих лёгких не в стеклянную круглую баночку, а в места общественного пользования. Палочки Коха кишели в квартире миллионами, невзирая на совместные старания Клавы и Жениной матери изничтожить их хлоркой. Однажды у Клавы заболел живот и болел целую неделю, в конце которой её отвезли на скорой в Екатерининскую больницу прям с работы. Оказалось, что у неё острый аппендицит, и её сразу же прооперировали. Через неделю она выписалась, и этот день запомнился, потому что потерявшую бдительность и проворство Клаву, Филипп отлупил поленом из поленницы, сложённой в коридоре. Единственная голландская печь, топившаяся снаружи, была в Жениной комнате. Все прочие печи в квартире отапливались из комнат. В тот день Филипп видел свою жену последний раз в жизни. У неё разошлись швы, началось нагноение, сепсис, и великий хирург Алексеев, который тогда был ещё не академиком, а просто хорошим молодым врачом, вырезал ей все потроха. Целый месяц она провела между жизнью и смертью, а когда вернулась из больницы, Филиппа уже похоронили. Он умер без неё. Точно так же, как Васька был первым младенцем, которого Жень видела, Филипп оказался первым мёртвым человеком в её жизни. Гроб стоял в кухне в самом большом помещении квартиры, где проходили свадьбы, общественные собрания и похороны. Никто не плакал, а сам Филипп поразил девочку тем, что не кашлял. Ещё тем, что синих глаз его видно не было. Но большие игольчатые ресницы отбрасывали голубые тени на сказочное лицо афиниста ясного сокола. Ему было 23 года. Когда Клава вышла из больницы, работа медсестры оказалась для неё тяжела, и она проявила отличную смекалку, окончив курсы диет сестёр. Теперь она работала при питании в той же самой туберкулёзной больнице. Воровала с кухни сливочное масло и куски мяса, приносила в маленькой матерчатой сумке, которую подвешивала под размашистую кофту летом и под пальто зимой. Туберкулёзному Ваське нужно было усиленное питание. У Жени тоже нашли в тот год туберкулёз и не отдали в школу, хотя ей уже исполнилось 7 лет. В коммунальной квартире всё про всех знали. И что Клава воровала масло, то ж все знали. Тогда мама объяснила Жене, что Клаве воровать можно, а нам нельзя. Эту теорию относительности Женя мгновенно поняла. Тем более, что уже был эпизод, когда Женя выудила из соседского тазика с грязной посудой серебряную ложку с бабушкиной монограммой и с торжествующим криком предъявила матери «Смотри, эта наша ложка лежала у Марьи Васильевны в тазу!» Мама посмотрела на неё холодно. «Немедленно положи, откуда взяла!» Женя возмутилась. «Но ведь это наша ложка!» «Да», — согласилась мать. «Но Марья Васильевна к ней уже привыкла, поэтому пойди и положи, откуда взяла!» Сорок лет спустя Женя встретила Ваську в городе Минске. Он подошёл и спросил. «Ты меня не узнаёшь, Женька?» Женя узнала его верхушкой левого лёгкого. Он был одно лицо с покойным Филиппом, хотя глаза его не достигали того градуса синевы. Ему было под пятьдесят. Он был доцентом местного сельхозинститута и пережил своего отца на две жизни. Мать его, Клавдия Ивановна Кононова, вышла замуж за болгарина. Он её любит и не бьёт. И бабушка Ваське Мария Васильевна жива-здорова и размешивает чай ложкой с монограммой Жениной бабушки. Если вы дослушали до конца, то я могу предположить, что вам понравилось. А поэтому не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на мой канал. Также прошу заметить, что я очень рассчитываю на вашу финансовую поддержку для развития канала, так как львиная доля моей аудитории из России не монетизируется. Спасибо. Спасибо.